Оля сделала хлеб. Такой прикольный. Офигенно выглядит. Муки. Классно. Прикольный такой, да? Стильный хлеб такой. За 5 секунд что-то сфарганила. Надо быстрее. К обеду не успеваю. И тут половинку еще оставила. А, ты одну сделал? Половину ей? Ну, половину оставила. Вот так вот прикольно, да? Ну, сейчас еще сделаю половинку. Ну, ништяк. Сейчас мы будем кушать армянскую талму. Оля сделала с рисом. А то нам все говорили, типа, что рис не добавляете. Вот Оля сейчас сделает с рисом. Будем, короче, кушать. Рецепт хлеба есть в инстаграме. Только в этот раз я чуть больше муки сделала, чтобы немножко его сформировать. Ну, в принципе, и тот тоже хороший. Сейчас будем резать, покажу. Сейчас будем нарезать хлеб. Горячий, конечно. Так не режут. Офигеть. Сыпется этот. Вау. Вау. Круто. Он должен еще чуть-чуть остыть. А так получилось вообще крутяк. Пар идет. Ого. Нене, дальше не режешь, наверное. Кушай зимой. А, ну ладно. Как раз остынет, да? Да. Ох, как пахнет. Обалдеть. Прям дымок идет. Аккуратно, горячая. Попробуй чуть-чуть. Что? Вкусно, мягкий. Прикольно, да? Это пудра? Да. Да. Лука. Да. Косметическое тоже, да. Припудриваю чуть-чуть. Аккуратно. 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 Вообще такой запах идет офигенный. Вот такой вот хлеб, ребята. Ммм. Ммм. Обалденно. Сейчас это постоит и вообще он прям дойдет как надо. Корочка просто шикарная. Изъюмительно. Сейчас еще талма готова. С хлебом. Один только хлеб, чего уже стоит. Да. Там деревянская сметана у него на взаду. Угу. 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 Ну. Красотища. Флеб просто офигенный. Правильно? Да. Водичку надо? Да. у нас еще есть сметана вот такая которая настоящая ее у нас приносит здесь человек который держит корову несколько коров и теперь офигенная сметанка вкусно особенно с хлебом да милон вкуснотища какое тебе не нравится твои блюда я уже соскучилась подготовки потому что это гурс от бену постоянно в кухне это как масло как сливки а это как будто просто все мы великолепно пообедали и оля сейчас продолжает делать новую буханочку хлеба смотрите живой хлеб побольше можешь это делать прикольно не прикольно ну пусть это припудренность так прикольно так вот прям офигенное состояние да еще пару лет и воля будет лучший пекарь на планете земля она доведет это до идеального состояния хлеба да ты только посмотришь на хлеб и уже все наелся и уже просто в офиге от этого скоро так и будет так что ребята буханочка но это не буханочка батон это есть же песня какая-то вкус французной французской булки что-то там какая такая есть раньше какая такая песня была или аромат французской булки но в общем это у нас ребята изысканный хлеб готовится 40 минут тоже до делаешь каждый раз воля чего-то нового придумает усовершенствует и каждый раз хлеб все лучше и лучше вроде тоже мука еще также ингредиенты да те же но вот именно как сделать вот ну кстати нет не все так же тут муки больше за счет того что чуть больше муки я уже могу присыпать тесто вылить на присыпанную муку и его вот так вот подворачиваю как будто бы вот скручиваю типа и шов потом переворачиваю вниз дело и он уже получается как бы там внутри ну ты мастерство короче уже делал мастерство то ли усовершенствует свое мастерство и вот доведет скоро до суперского состояния у нее прям такой замороченный рецептом надо прям по часам выстаивать там всякие штуки делать духовку там регулировать я лодырь я у нее чуть-чуть там взяла на боках вот это вот заворачивать там еще кучу возьму вот но также принцип быстрого это тесто и быстрого приготовления остался вот как у меня век живи век учись эта поговорка реально работает вроде научились хлеб делать но на этом не все это можно до самой старости наверное усовершенствовать а сейчас мы будем пить чай чаем и последнее время пьем очень всякие разные вкусный и тут прикупили такие вот штуки классные облепиха сегодня еще взяли забыл как это ягодка называется брусника ежевика у нас замороженного есть вот и еще есть такая ягода это черника вот это все дело стакан большой пивной закидывается вот у нас такие стаканы специально для этого потому что просто в обычном стакане это маловато вот так а вот это облепиха и идет с имбирем уже видите вот внутри имбирь потом оля делает бруснику смотрите класс потом черника да и еще будем добавлять ежевику и просто шикарная штука получается там она замороженным так ни фига себе не большие да а еще одно запахло так классно и это все дело мы будем заливать кипятком так возьмем здесь ложечку я добавляю тростниковый сахар мне нравится вот именно вот такой сахар сюда идет три ложечки сахара так как тут ягоды тут есть определенная там кислость у ягод сахара нужно чуть побольше плюс еще стакан большой ну как бы вот соотношение до обычно стаканы такой обычные чай вот если пьете маленькие стаканчики все не хочется а вот когда пьете такие напитки тут нету никакой заварки ничего это просто вот заливается кипятком и все и просто великолепно себя чувствуешь набор всяких разных ягод у нас еще есть такая толкушка которая предназначена именно для этого чайник у нас скипел добавляем это все сюда так и кипяток вот эти пивные стаканы выдерживают кстати очень хорошо да и киевский вот ты без разницы любые и просто начинаете вот так сначала промяли так а потом начинаете вот так фигарить так сверху бруснику еще заберем вот так надо чтобы все ягодки они промялись и весь вот этот сок кстати когда вот так вот в кипитке они полежат они тоже ставят вкусные я еще эти ягоды тоже ем ягодка попадает очень вкусно кушать ну вот так такого на себе сейчас сама мы должны сходить после чайпития погулять свежим воздухом и заодно я возьму пакетик и мы там знаем где есть облепиха и никто ее не собирает вот сейчас зима и там облепиха вот такой вот ребята чайок не чай я не знаю напиток короче вкуснотища так что сейчас будем пить хлеб приготовился посмотрите как круто выглядит а какой запах вообще красота куда идем с питочком угадайте пошли сейчас все семьи хамам на улице снег мороз а мы идем в наш офигенный картосовский диско хамам хорошо так кто-то сейчас будет там офигенно отдыхать whoa inertia хорошо знаю водя posso essä bek där апельさ 10 они приехали Director Being приехали coworkers приехали приехали